Друзья, всех приветствую! Первый выпуск в Новом Году. Всех поздравляю с наступившим Новым Годом, Рождеством. Все живы-здоровы. Как ваши праздники прошли? Не забывайте, впереди еще старый Новый Год. Кстати, в детстве это был один из моих любимых праздников. После Нового Года, конечно. Помню, как сейчас, как мы в своей дружной компании наряжались, гримировались и вперед калейдовали. А вы в детстве этим занимались? Праздники это, конечно, хорошо, друзья, но пора уже браться и за работу. На канале появилось много новых зрителей. Приветствую каждого из вас. И, кстати, этот ролик обязательно досмотрите до конца. В конце обзора я вам открою небольшую завесу тайны, что будет у меня в следующем ролике. Для вас это будет очень интересно, особенно для тех, кто планирует покупки загородной недвижимости. Ну что, погнали! Добро пожаловать на объект. Мы с вами находимся на объекте. Это у нас таунхаус. Таунхаус находится в ближайшем пригороде село Суцех. Это в двух километрах от Анапы к юго-востоку. Прямо у подножия, у начала Кавказского хребта, друзья. И давайте по порядку. На входе мы с вами видим пополам у нас керамическая плитка. Везде, где плитка, по первому этажу и на втором этаже в санузле выполнены теплые полы с коллекторной группой, естественно. Так, на первом этаже у нас одна спальная комната. Спальная комната у нас 16 квадратов. Прямо перед собой мы видим санузел. Такой гостевой санузел без ванной и дышевой. Здесь же у нас размещен более порядка 100 литров арестон. Инсталляция. И прямо перед вами мечта любой хозяйки. Кухня-гостиная. Кухня-гостиная 28 квадратов. Декоративно замаскирован двухконтурный протерм электрокотел. Да, кстати, по коммуникациям у нас автономная канализация. 15 киловатт света в день и ночь. Скважина порядка 50 метров. Электроотопление. Выход на задний двор с кухни. Вот такая вот зона барбекю. Пополам у нас тоже керамическая плитка. Везде теплые полы. Я уже говорил вам об этом. Такой декоративный камень. Интерьер такой довольно интересный. Много дизайнерских решений. Смотрите, здесь даже все розетки, выключатели выполнены. В каком стиле. Давайте поднимемся на второй этаж. Прошу заметить, какой удобный лестничный марш. На втором этаже у нас три спальных комнаты. Это самая большая из них. Это спальная комната порядка 28 квадратных метров. Кстати, все спальные комнаты на втором этаже у нас с выходом на балкон. В данном случае вот с балкона вид на весь субцех. Мы сейчас находимся с вами с правой стороны. Так, спальная комната поменьше, номер 2. Здесь в районе 14 квадратных метров. С выходом на балкон. И спальня номер 3. Самая маленькая в этом доме. Ну, здесь чуть больше 10 квадратов. Тоже с выходом на балкон. Пожалуйста. Дом уже с ремонтом. Как вы видите, ремонт дизайнерский. И даже в плане того, что даже обои везде, видите, подобраны со вкусом. И под определенную и мебель, и текстиль здесь все учтено. Да, и на втором этаже у нас также имеется такая ванная комната. Как правильно назвать? В стиле прованс. Вот такая вот самая ванна с подсветочкой. Все дела. Здесь у нас тропический душ. Все как вы любите, друзья. Также выполнена инсталляция. Так, и изюминка, изюминка этого дома. Ну, на мой взгляд, это, конечно, у нас, как правильно назвать? Это даже не третий этаж, а, скорее всего, эксплуатируемая кровля. Я бы так назвал. В данном случае здесь свободная планировка. Собственники говорят, что была мысль возвести вообще здесь третий этаж продолжить. Ну, вот. В данном случае здесь вот так вот. В летний период они здесь выставляют бассейн. А вот мы, кстати, даже видим лестницу, да, с бассейной. Какое-то вот оборудование. И раздолье для детворы. А вот даже какой-никакой шезлонг есть. И вот такой вот вид открывается с третьего этажа. Ну, вот, пожалуйста, вдалеке у нас Черное море. ЖК 1, 2, 3. Это у нас Горгипия, да? Ну, вот, город рукой подать. Повторюсь, от Анапы, ну, в районе двух километров, если не меньше. Сейчас уже городская и сельская линия настолько размыты, что и не поймешь, где границы. Город и субцех. Ближайший пригород. Пожалуйста. Друзья, и давайте подытожим. Село Суцех, 2 километра от Анапы. Дом порядка 120 квадратов. Два этажа плюс эксплуатируемая кровля. Участок в районе двух соток. В доме 4 спальных комнаты, 2 санузла. Большая, большая кухня-гостиная. Коммуникации. Свет, скважина 50 метров. Свет 15 киловатт. Септик довольно-таки большой. Ну, я еще уточню информацию по поводу септика. Сколько кубов. Ну, говорят, раз в год. Откачивают раз в год. Дорога-асфальт. Тут небольшой участок грунтовки. Да, там всего метров 150-200. И то уже вовсю идут управительные работы к дальнейшему асфальтированию улицы. Кстати, за всей этой видеосъемкой чуть не забыл. Я же вам анонсировал. Давайте следующий ролик. Договоримся с вами и снимем на тему наиболее частые ошибки при выборе, при покупке загородной недвижимости. Я думаю, нам всем это будет очень интересно. Соберем всю информацию в кучу и разложим по полочкам. Друзья, рад, что вы досмотрели это видео до конца. Дальше вы сами знаете, что делать. Ставим лайки. Кто впервые на канале, не забудьте подписаться. И обязательно делимся этим видео с друзьями. За это плюс 10 кармик каждому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok